Девушки отдыхают И вдруг он покачнулся и упал Он все понимал, но двигаться уже не мог И не мог произнести ни слова Осенью 41-го известный врач Николай Анилович Бурденко пережил инсульт Потерял речь и был наполовину парализован К тому же он практически ничего не слышал Положение было критическим Фронт вплотную приблизился к столице А главный хирург Красной Армии внезапно выбыл из строя Неужели Сталин ошибся, назначая его, 65-летнего, на этот пост? Главный хирург Советской Армии Это же какая ответственность? Это же реалии абсолютные Мало ему это Член чрезвычайной комиссии Это мотание, ответственность И неприятнейшая работа С риском для жизни Он еще становится президентом Академии медицинских наук Это же тоже колоссальный нагруз Поздней осенью 1941 года Николай Нилович Бурденко был отправлен в глубокий тыл В Омск В военный госпиталь Вместе с ним поехала жена Мария Емельевна Его верная помощница Еще там На станции Он сам себе поставил диагноз Не разрыв А спазм сосудов головного мозга А это значит Что надежда есть Хорошо, что слушается Левая рука Если у тебя на руке останется Только один палец Не ознавайся и работай Действуй с той же энергией Как если бы у тебя Были целы все пальцы Впервые в Сибири он оказался в 1897 году Пензенский семинарист Николай Бурденко Успешно сдавший экзамены в Петербургскую духовную академию Тогда решил круто изменить жизнь Вопреки воле в семьи Он отверг духовную карьеру И выбрал естествознание Ради этого Он проехал полстраны И блестяще выдержал экзамены На медицинский факультет Томского университета Не получая ни копейки из дома Николай брался За любую работу Сначала устроился репетитором А вскоре увлекся анатомией Преодолев суеверный страх и нервную дрожь Охватывающую его при первых посещениях Мертвецкой Он стал работать здесь регулярно Частенько оставаясь на ночь Ему шел 21-й год Нилыч Как уважительно назвали его сокурсники Твердо решил стать врачом Учился на отлично И в первый год получил стипендию Восточной Сибири в 500 рублей Однако за участие в студенческих волнениях Бунтовщика Бурденко Дважды исключали из университета И запретили жить в Томске Поэтому в 1901 году После очередной студенческой забастовки Ему пришлось перевестись В Юрьевский университет В 1904 году студент 5-го курса Николай Бурденко Отправился в Маньчжурио На свою первую русско-японскую войну Близ местечка Вафангоу Несколько дней шло крупнейшее сражение А помощник врача Бурденко Вместе с летучим санитарным отрядом Стоял в резерве Ожидая приказа Ждать надоело И он предложил самим отправиться за раненными Раз уж пошел на войну То бояться риска смешно Медики-добровольцы пошли на шум боя И вскоре начали перевязывать первых раненых Неожиданно обжигающий удар в плечо Сбил Николая с ног Когда родный санитар подполз к Николаю Он отказался от помощи Ведь рядом лежал тяжело раненый солдат Лишь когда тому оказали помощь И унесли Он разрешил себя перевязать Именно тогда в своем дневнике Студент-медик Николай Бурденко Начал подробно записывать истории Огнестрельных ранений На фронте много работал Помогал врачам Сам оперировал Собирал материал по ранению мозга, нервов Научился наблюдением за течением мозговых ранений Всего через наши лазареты прошло около трехсот раненых Я писал истории болезней под руководством доктора Хольбека Который лет через восемь написал на этом материале Диссертацию Николай Бурденко Автобиографические записи 1946 год На фронте Бурденко сталкивается с тяжелыми ранениями мозга Когда раненого может спасти только чудо В то время операции на мозге были еще мало доступны врачам Бурденко подмечал все Даже мелочи Он знал, что у хорошего хирурга их нет Когда-нибудь он обязательно займется такими операциями Ведь каждая удачная Это уникальная победа Тогда за храбрость и мужество Николая Бурденко Наградят солдатским Георгиевским крестом Позже он получит на фронте контузию головы После чего начнет медленно и неумолимо терять слух Он смотрел на себя в зеркало и не узнавал Он пытался что-то произнести Но язык был чужим и не слушался его Он снова и снова пытался произнести слова нараспев По слогам Но у него так ничего и не получалось Нет, он не привык отступать Привык надеяться только на себя На собственную волю и характер После войны Николай Бурденко Бурденко получил в Юрьеве диплом лекаря С отличием Блестяще защитил докторскую диссертацию Его звал к себе в лабораторию известный физиолог Иван Павлов С которым Николай переписывался по теме своей диссертации О хирургических методах лечения печени И хотя предложение было лестным Бурденко сделал другой выбор Его первый опыт военно-полевой хирургии не давал покоя В очередной раз, перечитывая свои записи по ранениям головы Он понял, его влечет неизведанная Мозг и нервная система человека Они таяли бесчисленное множество загадок Со времен Японской войны У меня уже было настойчивое желание Заняться нейрохирургией Николай Бурденко Автобиографические записи 1946 год И он начал целенаправленно штудировать книги по нейрохирургии А затем, заработав деньги самостоятельной практикой Отправился на стажировку за границу В Германию, Швейцарию В лучшие лаборатории и клиники Европы По возвращении в 1910 году Он написал свою первую работу по нейрохирургии О пластике корешков спинного мозга Она удивила многих И вот уже Николай Бурденко Избран профессором И возглавил кафедру оперативной хирургии в Юрьеве И это лишь через 4 года После получения диплома врача Однако вскоре все его планы Были сметены в одночасье Разразилась новая война Мировая И он снова добровольцем едет на фронт А как иначе? За плечами опыт русско-японской войны Ему страстно хочется оперировать Спасать раненых Но не тут-то было При армиях Северо-Западного фронта Ему приходится создавать госпитали И перевязочные пункты Руководить учреждениями Красного Креста Ведь солдаты в России По-прежнему Лишь пушечное мясо Обратно в строй с трудом Возвращается половина раненых И все потому, что организация помощи раненым Не выдерживает никакой критики Он был таким врачом Очень отзывчивым Он ведь и говорил Что надо Каждого лечить Солдата как маршала А каждого маршала Надо лечить как солдата То есть не преклоняться Перед его большими звездами А делать свое дело Но и в этих сложных условиях Он оперирует В Жерардове Вильной Риге Бурденко реализует Свою довоенную мечту Открывает специализированные Госпитали и лазареты Для нейрохирургических раненок Начинает широко лечить Ранения мозга Впервые в истории Военно-пылевой хирургии Производит первичную обработку Ранений черепа И применяет Нововведение Первичный Закрытый шов А затем предлагает Новый Открытый метод лечения Ран мозга Он как будто невольно Спорит с известным Нейрохирургом Профессором Кушингом Который на Западном фронте Предлагает иной Закрытый метод лечения Именно Первая мировая война Послужила такой основой Для такого понятия Чрезвычайно важного Чтобы раненые выживали Их сортировки И этапного оказания помощи И вот Николай Нилович Как раз здесь уже Впервые собственно говоря Начал применять Те начала Которые позже Получили свое развитие В том что он стал основоположником Отечественной Нейрохирургии Потому что Более трети всех Ранений Приходится на голову Ну и на позвоночник И здесь Без системы оказания помощи Будет колоссальная смертность И собственно колоссальный ущерб Воюющему государству Война быстро поднимала Николая Бурденко По служебной лестнице Вскоре он становится Хирургом-консультантом На Западном фронте И наконец После февральской революции Возглавляет Военно-санитарное управление Русской армии Правда Недолго Три месяца Профессора тянет На фронт Работа в госпиталях Для него Более привычно И он Возвращается Невзирая на усталость Сутками оперирует За эту войну Он сделает Свыше двух тысяч операций Он словно Не ведал страха Не боялся шальных пуль Часто сам Обходил боевые позиции Отыскивая Среди мертвых Раненых солдат Тогда же Получает Вторую контузию Ему чуть за сорок Но он все хуже И хуже слышит Прошли недели Месяцы тренировок В зеркало Он смотрел Каждый день И каждый день Упорно Заставлял себя Говорить Казалось Эта пытка Молчанием Никогда не закончится Рядом была Жена Его Маша Мария Емельевна Она помогала Всегда Теперь он без нее Просто не мог Как без рук И вот Его губы Наконец дрогнули Первые слова Произнесены Когда Юрьев Захватили немца Борденко С группой Профессоров И преподавателей Уезжает в Воронеж Создавать Советский университет И сразу же Попадает В эпицентр Боевых действий Красной И Белой Армии Вокруг Свирепствуют Эпидемии Тифа Холеры Но его Никакая Хворь Не берет Он с головой Уходит в работу И стремительно Завоевывает популярность Он просто жил В стенах Университетской Клиники Превратив ее В госпиталь Бессонные ночи В операционных И палатах Приходилось делать Любые операции Но профессор Не забывал О нейрохирургии Он продолжал Совершенствовать Способ пластики Твердой мозговой Оболочки Расслаивая ее Для закрытия Дефекта В 1923 году Николая Ниловича Пригласили На работу В Москву Став профессором Кафедры Оперативной Хирургии МГУ Он вскоре Получает Новое назначение Возглавляет Кафедру Факультетской Хирургической Клиники Здесь Впервые Он проводит Операции Опухолей Желудочков Мозга Ранее Не производившихся В России На его счету Не один десяток Уникальных Операций И он практически Становится В этой области Первом Через год Николай Нилович Открывает в клинике Нейрохирургическое отделение Первоначально На 10 коек Нужен институт Нейрохирургии А чтобы его создать Нужны единомышленники Лучшие хирурги И невропатологи Без них Немыслимо Вторгаться В нервную систему А тем более В глубины мозга Верная диагностика Болезни Залог успеха Любой операции У Бурденко Особое чутье На людей Ему удалось Собрать коллектив Из лучших Специалистов Самых разных Профилей И в 1932 году Он открывает Институт Нейрохирургии Хирургии Мозга И нервных Стволов Ничего подобного В Москве Еще не было Операции на мозге Бурденко Проводят виртуозно Работая двумя руками Сразу Его коллеги И ученики Смело оперируют На спинном мозге Пересаживают Участки нервов Успешно лечат Травмы черепа Удаляют опухоли Делают Пластические операции Все, что Сегодня Кажется обыденным Тогда в медицинской Среде Воспринимается Как сенсация Постепенно Хирург Бурденко Завоевывает Не только Москву Он возглавляет Всесоюзное Хирургическое Общество Постоянно Проводят съезды Врачей-хирургов Он признан Коллегами Во всем мире Однако ему Все труднее Общаться Давняя болезнь Глухота Постоянно Напоминает О себе Поздней осенью 37-го Он Окончательно Теряет слух Правда Об этом знают Немногие Николай Ильич Бурденко Классический образец Человека Преодоления Человек Преодоления Он был глухой Попробуйте Глухим Жить Среди Хорошо Слышащих Это так тяжело Это постоянное Напряжение Носил какой-то Аппарат Но они были Совершенно Тогда В основном Переписывался Понимаете Хирург Да еще Директор Да еще Главный Хирург Советской Армии И Обмениваться Мнениями Или давать Указания И использовать Записочки Внешне Он все тот же Преподает Редактирует Медицинские журналы Много пишет Вступает в партию Он как будто Спешит Предчувствуя Новую мировую войну Когда началась Великая Отечественная Главный хирург Красной Армии Должен был срочно Разработать Основы Советско-военно-медицинской Науки и практики И уже в начале Июля 1941 года Под его редакцией Вышли Указания По военно-полевой Хирургии Впервые В истории Отечественной Медицины Врачи получили Единое положение По лечению Раненых К тому же Требовалось Срочно собрать Разбросанных По стране Уникальных Хирургов А также Переподготовить И обучить Гражданских Врачей И в первую очередь Военно-полевой Хирургии Работы Море Как не кстати Была Эта болезнь Весной 42-го Главный Хирург Вернулся В Москву Болезнь Отступила И он Снова Встал К хирургическому Столу Снова Возглавил Ученый Медицинский Совет Наркомздрава За той Лавинной Дел Которая Ежедневно Обрушивалась На него Можно было Пропустить Главное Помогала Записная Книжка И старая Закалка Он снова Писал По ночам Свет В его Кабинете Гас лишь На рассвете Сон был Короток Уже В 8.00 Начиналась Рабочая Летучка Тот Кто работает Всегда Молод Иногда Мне кажется Может быть Труд Вырабатывает Особые Гормоны Повышающие Жизненный Импульс После возвращения В Москву Главный хирург С головой Уходит В работу Стройное Учение Оранья Новые Методы Хирургического Лечения Боевых Травм Инструкция По профилактике И лечению Шока Он Впервые В мировой Медицине Предложил Лечить Гнойные Осложнения После ранений Черепа И мозга Путем Введения Раствора Белого Стриптоцида В сонную Артерию Ранее Применялись Внутривенные Инъекции В январе 44-го Как член Чрезвычайной Комиссии По расследованию Преступлений Немцев Главный Хирург Едет В освобожденный Смоленск На лицах Людей Переживших Два года Окупации Ни радости Ни боли Оцепенения Позднее Для газеты Правда Он напишет Статью Я видел Страшные Следы Дикой Оргии Человекоподобных В слепой Ярости Уничтожающих Все, чем Удалось им Вероломно Завладеть Я видел Такую Бездну Человеческого Горя Что Старое Видавшее Виды Сердце Мое Содрогнулось От боли 135 тысяч Зверски Замученных И уничтоженных Окупантами Мирных Жителей Смоленска И военнопленных Да, это Страшная Правда Войны Но не Все Была И другая Правда Одна Из Тайн Главного Хирурга Тайна гибели Польских Военнопленных В Катынском лесу Под Смоленском Тогда он возглавлял Комиссию По расследованию Этого преступления После эксгумации 925 трупов Сбора показаний Свидетелей После посещения Катыни Иностранной делегации 24 января 1944 года Комиссия Делает заявление Польские офицеры Во время отступления Красной армии Попали в руки Немцев Которые их уничтожили В сентябре Октябре 1941 года Верил ли в это Сам главный хирург Впрочем Другого заявления В печати Сталин не мог допустить Сталин Юлыч подписал акт Что это расстреляли Немцев Польских офицеров Хотя Очевидно было Что расстреляли Наши Органы НКВД Которые Так сказать В 40-м году С подачи Берия Написали Что это потенциальные Враги Война Война Будет И не станут На сторону Наших врагов И лучше Этого противника Заранее уничтожить И Есть Это документы И Есть постановление Политбюро Где Написано Сталин за Молотов за И все остальные Естественно за Ему было все труднее ходить Труднее общаться с людьми Он спешил Еще до войны Получая восторженные отзывы И почетные звания От медицинских академий Англии, Франции, Америки Он сожалел Что у нас нет главного Единой медицинской школы Однако В ходе этой войны Он сделал все Чтобы такая школа была создана Оставалось принять решение И организовать Свою академию К разговору с заместителем Председателя Совнаркома Вячеславом Молотовым Они готовились заранее Нарком здравоохранения Георгий Метерев Академик Алексей Абрикосов И он Николай Бурденко Он уверен Эта война Вскоре будет выиграна Ранеными Ведь 70% бойцов Возвращается на передовую Многие идут на фронт И после второго И после третьего ранения И это Благодаря медикам Именно сейчас Когда наступление Советских войск Идет по всему фронту Удачный момент Принципиальный Политический Академия медицинских наук Просто необходима Вот так Через Молотова Главный хирург Убеждает Иосифа Сталина И добивается Желаемого Уже в декабре 44-го В СССР Появляются Первые академики медицины Правда Пока назначенные Сверху Николай Нилович Становится Первым президентом Несмотря на болезнь Авторитет Главного хирурга Как никогда Высок Он по-прежнему Отлично держит Скальпель Он не может По-другому Не желает быть Сенатором На покое Через два месяца После победы Во время очередной Нейрохирургической Операции У него снова Случился инсульт И он снова Потерял способность Говорить Это старое зеркало Его руки Знали наизусть Губы опять Не слушались Его Но он начал Все заново Еще столько Предстояло сделать Нет Он не хотел Сдаваться Его Академия Должна Действовать На открытии Академии Был представлен Весь цвет Медицинской науки Закаленный На фронтах войны Многие из них Его коллеги Ученики Единомышленники У Академии Уже было Своё роскошное Здание На солянке И был тот Особенный Подъем Который Дала Долгожданная Победа Воздух Свободы Пьянил И внушал Надежду На будущее И так Сталин Не ошибся Самоотверженность Работоспособность И стойкость С которой Главный хирург Брался за любое дело Будь то ответственная Должность Или сложнейшая Хирургическая операция Поражали Он работал До последнего дня Николай Бурденко Умер в 46 После третьего Кровоизлияния В мозг Кто знает Как сложилась бы Его жизнь Если бы он Не ушел тогда Ведь он знал Немало тайн В его биографии Были темные пятна Учился в семинарии Служил добровольцем В царской армии Пользовался Большим авторитетом Среди зарубежных коллег Неоднократно Бывал за границей И вообще Он был часто Упрямо Незговорчив Все это потянуло бы На 58-ю Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok